По поводу телекиллеров, ну это понятие в обиход ввел, конечно, Сергей Доренко, который был олицетворением как раз этой истории, но вот тут как раз пишут, таких как Доренко больше нет. А почему? Ведь время как раз для телекиллеров сейчас, ну, оптимальное, да, вот, пропагандисты, которые вроде как должны этим и заниматься. Но не получается, то есть ни Соловьев, ни Скобеева никто до Доренко не дотягивает. Как вы думаете, почему? Ну, с Сережей я работал, более того, многие там времена, скажем так, и периодически появляюсь сейчас, в том числе на, поскольку это соседи, по моей программе. Вот, существенно время поменялось, даже не вопрос, ну, некоторые, кстати, кидают, поскольку я работаю в эфирах, если вы знаете стоя, мне говорят, а вот работает как Доренко. Я многие годы всегда и сейчас до сих пор работаю стоя в эфире. Ну, это по другой причине, не потому что мне как-то надо было копировать, а я считаю, что динамика ведущего, который стоит, там, может быть, вплоть до физиологии, что диафрагма по-другому работает, ты проявляешь это куда более лучше, чем когда ты вот в кресле, скажу прямо. Поэтому рекомендую работать всем стоя, не потому что так работает Доренко. Для того, чтобы работать медиакиллером, тогда была хоть какая-то минимальная конкуренция. Сейчас, если мы говорим о Владимир Рудольфович или о том, что делает Оля, скажем честно, ну, Владимир Рудольфович более в этом смысле находится в свободном как бы полете, но Оля с Женей, они очень закрепощены форматом. Они не могут дать какую-то свободу. Более того, они, в общем, находятся, в том числе, кстати, как и Владимир Рудольфович, так и Оля с Женей, они находятся, в общем, в зажатости образа. Они не могут из этого образа выйти, несмотря на то, что я так неплохо с ними общаюсь периодически, когда их вижу, там, кого-то по отдельности. Но кто примет какой-то другой образ? В первую очередь, конечно, их руководители, их каналы. И из этого образа они не могут выйти, не могут его разрушать. Они должны быть такими достаточно ястребинами. При том, что если мы возьмем, ну, условное творчество того же Владимира Рудольфовича, ну, у него же разные были, как говорится, ипостаси. Он же был либеральный либерал. Из серебряного дождя, как известно, он вышел в свет в каком-то смысле. Ну, да, безусловно. Он вышел из серебряного дождя, на котором ваш покорный слуга долгие годы, в общем-то, как-то держал программу. И программа она называлась «Потапинка будет», что называется именно как раз на серебряном дожде. То есть утренние эфиры с 7 до 11. Вот, 4 дня в неделю. Как таковые были. Вот, поэтому они зажаты в образе. Они не могут вот из этого образа как-то выскочить и дальше им куда-то пройти. И сейчас медиакиллером, ну, если, условно говоря, пофантазировать, и туда вкачиваются какие-то бабки, а кого убивать-то? Но если раньше, условно говоря, там было мочилово между какими-то группировками, а сейчас между какими группировками? Сейчас, ну, пофантазируем, есть ли сейчас противодействие силовых структур. Сейчас просто все это решается понятийно. То есть сейчас нет необходимости быть менее медиакиллером, потому что любая информационная повестка зачищается. Примеры, когда Ксения Анатольевна выезжала по израильскому паспорту, это один из важнейших примеров того, что, в общем-то, как-то пацаны поверху созваниваются, а вот эти мелкие сошки там нижнего уровня, я сейчас не про Ксения Анатольевна, а куда нижние, они попадают под раздачу. Поэтому даже попытка так называемого черного пиара или блокно-пиар, она сейчас очень болезненно вырубается. Поэтому сейчас ни у кого как-то нет возможности быть медиакиллером, потому что у тебя должна быть не просто крыша крышей, а у тебя должна быть прямо такая история как-то непогрешимости. Поэтому сейчас вот эта мелкая разменная монета, имеется в виду в виде ведущих, она не востребована. А Доренко тогда еще позволялось, тогда немножко это дистанцировалось, и вот тогда делали медиакиллеров, а давайте вот мы смотрим борьбу на найских мальчиков, в которой он был одним из лучших. Сейчас все чисто понятийно встретились, за столом поговорили, сказали так, мы вас, как говорится, не херачим, вы нас не херачите. Если есть какие-то вопросы, то там сажаем генеральных директоров и разбегаемся. Вот она какова логика. То есть разборки ушли под ковер.